всем привет с вами я опять таки же диана и в этом видео снова я буду тестировать эту бумагу точнее склейку от art creation которая подразумевается что типа она подойдет для любой техники как для акварели так для масла акрила гуаши и так далее в общем и сегодня я хотела протестировать на ней акварель однако забегая вперед скажу что акварель эта бумага восприняла как-то странно рисовать я буду такого девочку почему-то я почти в каждом своем видео рисует девочек я не знаю что это такая за болезнь началась у меня но меня все устраивает в общем то начну с того что как только я положила первый слой цвета а рисую я обычно послойно как эта техника называется лессировка по моему я уже все забыла в общем я рисую лессировкой накладываю потихоньку потихоньку слоя прибавляя насыщенность цветам вот и как только я положила первый слой у меня на бумаге начали появятся какие-то непонятные катушки какие-то хлопушки я не заказывать даже я подумала что все видимо работой как-то испорчено потому что был у меня опыт недавно опять-таки же с бумагой очень дешевой бумагой она хоть и плотная но она очень дешевая была и вот она восприняла акварель также она тоже пошла всякими катушками и тут же был никак не исправить катушки при высыхании оставались и оставались такими как бы темными пятнами как будто бы этой веснушки я не знаю и я думала что все работа все испорчено так скажем конечно это не такая прям такая ответственная работа но все равно было как-то обидно неприятно что они появились я надеялась что они пропадут в итоге они до пропали когда я уже начала накладывать следующие слои они как-то размылись вместе с краской так скажем и акварель более-менее легла ровно но хочу сказать наверное уже заранее что я больше на этой бумаге акварелью рисовать точно не буду потому что она мало предназначена для акварели хоть и заявляется что альбом предназначен для смешанных техник но акварель это все-таки не гуашь для нее все-таки нужна другая бумага которая более предназначена для воды для впитывания воды так скажем потому что бумага как обычно какие большинство бумаг пошла волнами она вся покорежилась какие большинство бумаг мне это конечно же не очень понравилось потому что я все-таки надела что она хотя бы более-менее останется прямое но мага прям очень сильно заволнилась заволновалась как это назвать этот процесс но я думаю вы меня поняли потому что например у меня есть специальный скетчбук для акварели и он тоже не самый дорогой один из самых дешевых и он тоже конечно идет волнами но он идет не так сильно волнами и меня в нем все устраивает в этом скетчбуке я могу в нем спокойно рисовать не отвлекаясь не бесясь на что-то что бумага мне не слушается в общем то эксперимент прошел как сказать на 5 и 10 наверное рисовать так-то можно но замучаешься лучше взять специальную бумагу для акварели пусть там самую дешевую но она будет намного лучше мне кажется чем вот эта бумага вот для масла акрила гуаши я так понимаю это бумага вообще идеально для цветных карандашей для простого карандаша но для такого материала как акварель которая требует очень много воды эта бумага не очень сильно подошла поэтому в процессе работы меня это немного так скажем расстроило и я решила что я просто положу какие-то всякие там пятна и уже доделаю потом впоследствии карандашами и линерами эту работу и так я и сделала в общем то конечно такие акварельные разводы которые остались они вроде бы более менее хорошие и видно то что рисунок нарисован акварелью потому что например если рисовать на самой дешевой бумаге какой-нибудь акварелью то бумага она просто скомкается и непонятно вообще нет понятно будет что ты нарисовала эта акварель потому что бумага скомкалась но непонятно что вообще нарисованы и так далее тут хотя бы все видно понятно остались вот эти вот всякие акварельные разводы которые мне нравятся возможно многим не нравится но мне не нравится как они легли на бумагу но опять-таки же повторюсь я эту бумагу больше для акварели не использую и вам не советую и кстати еще хотела сказать про прошлую работу маслом на этой же бумаге у меня почему-то в некоторых местах видимо возможно я не так сильно покрыла грунтом бумагу но в некоторых местах у меня вылезли масляные следы на оборотной стороне бумаги ну я так понимаю что я наверное эти места покрыла не очень хорошо потому что это только с одной стороны и они такие по краям пару пятнышек так скажем но сама работа никак не испортилась она осталась такой же ничего не вылезло и ничего не нужного так скажем и еще напоминание опять-таки же для меня самой наверное не покупать склейки больше никогда в своей жизни потому что бумага у меня отклеилась именно вот на этой акварельной работе бумага у меня отклеилась возможно это из-за того что я согнула альбом но больше я никак не могла рисовать потому что мне не так много места на моем столе поэтому мне пришлось его согнуть но вот даже на видео видно как у меня сверху немного работа маслом немного начала отклеиваться от общей массы листов так скажем а акварельная работа акварельный рисунок он вообще полностью оторвался от альбома и он теперь просто отдельно лежит так скажем в общем то вот мой вывод акварель на этой склейки не используйте этот альбом хоть он не написан что он для смешанных техник и даже на обложке альбома нарисована картинка точнее не нарисована сфотографирована картинка там где используют акварель и видно конечно что используют не на этой бумаге потому что там видно что это какая-то специально акварельная бумага но я все-таки до конца надеялась что эта бумага выдержит акварель но нет ничего она не выдержала в общем поэтому лучше акварелью не надо пользоваться на этой бумаге лучше использовать ее для как раз таки масло акрила куаши вот таких вот всяких так скажем не требующих много воды материалов и тогда у вас все будет хорошо вот все что я могу сказать об этом своем эксперименте теперь вы знаете что для акварели эта бумага не предназначена а я знаю что больше я не буду покупать склейки потому что меня ужасно это раздражает когда бумага отклеивается от общей массы и вот просто реально и не могу меня я вот не знаю что с что с этим рисунком теперь а потому что будет просто везде у меня валяться и бесить меня в общем то не суть спасибо вам что вы посмотрели это видео пишите свое мнение если вы использовали эту склейку для каких-то своих работ увидимся в следующих видео удачи вам хорошего вечера и всем пока а а а и а и а а а и